Девушки отдыхают Максим, расскажите, пожалуйста, какие основные правила подготовки лыж существуют? Что для этого нужно? Для качественной подготовки необходимо хорошее оборудование. Чего только не разместилось на столе у мастера. Щетки, утюг, парафин. Причем все эти атрибуты необходимы для подготовки классических лыж. Есть специальные скребки, мы их затачиваем, чтобы они были острые, и мы начинаем снимать его, убирать лишний парафин. После того, как мы сняли грубый слой парафина, мы приступаем. У нас есть специальная дрель, на дрели щетки, то есть это жесткие волокна, здесь мягкие. И после этого мы убираем сначала жестко, и потом до конца, чтобы была чистая поверхность лыжи, пластика, мы его зашлифовываем. Завершает процесс еще одна щетка. Она полирует поверхность. К слову, за последнее время на спортивном рынке появилось немереное количество новых мазей, щеток, парафинов. И выбрать среди них самые подходящие – настоящая наука. В сборной России у них фуры ездят на соревнования, там все оборудование, материалы. И там до соревнований, до тех же чемпионатов мира, они выезжают за неделю туда, откатывают, подбирают порошки, парафины, которые работают на этой трассе, на этом снегу. А пока нет снега, нечего сложа палки сидеть. В 30-х годах 20-го столетия в Италии и Северной Европе на свет появились роликовые лыжи, чтобы тренировать спортсменов летом. Сейчас такие тренажеры используют как для классического, так и для конькового хода. Отличие лыжи-роллеров классического от конькового в том, что заднее колесо в классических лыжах не крутится назад. Для чего это? Для того, чтобы было отсталкивание и сопротивление, и спортсменов это столкнуться. В коньковом стиле передвижения роллеры крутятся в любую сторону. Помимо летних лыж, всем желающим рассказали и о том, как выбирать зимние лыжи для себя. Так, покупая классическую пару, вы легко должны дотянуться до кончика рукой. А вот палочки стоит подбирать не выше уровня ваших подмышек. Как только лыжи на вас стрили, да экипировку выбрали, можно из-за себя любимого взяться. Каждый спортсмен знает, какие бы хорошие вам не подобрали лыжи без физической подготовки, финиша вам не видать, как своих ушей. Оттого в шатре универсиады разместили чудо-тренажер, через который прошли все именитые спортсмены. Это имитация лыжного хода, классического и конькового хода, одновременных и попеременных ходов. Наваливаться плечами, на каждый толчок вкладываться. Ну и минимум, чтобы движения не ходили влево-вправо. Только прямые получаются движения. И толчок должен вниз идти. Тренажер с ласковым названием «Эколина» позволяет дополнить тренировочный процесс высокоэффективной работой мышц верхнего плечевого пояса. Юный спортсмен Глеб подчеркнул в шатре для себя много нового и поделился секретами, какими качествами нужно обладать, чтобы стать настоящим чемпионом. Выносливостью, силой и оптимистом быть. Оптимистом. А как может помочь оптимизм в лыжах? То, что он может победить в любое время. Устами юнца глаголит истина. Внутренний настрой, сила в теле, отличные лыжи и возможность тренироваться, несмотря на лето во дворе, способны привести любого спортсмена на высшую ступень пьедестала. Как говорится, стоит только захотеть.